Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале! Сегодня я снимаю новогодние видео, и не одна, а со своим молодым человеком Андреем! Привет всем! Сегодня мы будем готовить потрясающие новогодние печеньки, тем более, я, кстати, обратила внимание, что на моем канале очень давно не было всяких кукингов. Вот знаете, года 4 назад, может быть, я снимала и показывала вам, как я готовлю омлетик в микроволновке. А чтобы серьезных кукингов на моем канале реально не было, поэтому я уверена, что это будет такой новенький формат, и он вам очень-очень понравится. Вы сможете приготовить печеньки с нами, и посмеяться от души с этого видео, потому что мы с Кариной любим готовить всегда и все вместе. У нас это довольно-таки неплохо получается. Но десертики и печеньки всякие мы с тобой еще не готовили. Я хочу сказать, что я ни разу в жизни не готовил печенье. А я обожаю готовить. Ничего, я помню, мне очень понравилось. У Карины довольно-таки неплохо получается это делать. Кстати, многие еще задавали вопросы, как же я буду готовить со своими ногтями? Они же такие длинные, как я буду месить тесто? А вот сейчас мы, ребятки, с вами и проверим. Кстати, в честь Нового года мы подготовили для вас вот такие вот прекрасненькие хлопушки, которые сейчас взорвем. Это может попасть и в муку, и в масло, но ничего страшного. Мы могли бы взорвать их потом, чтобы оно не попало ни в муку, ни в масло. Но я хочу сейчас. Давай. Поэтому, что у нас к нам есть стрелочки, чтобы ты должна крутить. Все, я поняла. Давай, давай. Красиво, что ли. Но не в меня. Наверх, наверх. Вот туда? Нет, не надо. Все, отставим. Все, давай, наверх. Раз, два, три. У-ху-ху! Наступай живу! Все в дерьме. Все засрали, но ничего страшного. У меня буша свинит? Нет. А у меня звенит. Звенит? Потому что громко было. Милаша пока овкакала, собака моя. Мила, посмотри, какая тут красота. Я бы не сказал, что красота, но что-то о мой Новый год, как говоришь. Чуть-чуть мы тут со стола все подуберем на пол. Такие мы вот, ребятки, кухары с Андреем. Если мы как-то что-то сделаем не по рецепту, начнем сраться, или у нас что-то не получится, то просто знайте, что мы вот такие вот дорогие, красивые ребята, да, у которых практически никогда ничего круто не получается. А ты уже нарядил свою елку, я вот свою наряжаю. Ну, отставить! Так, все, давай. Давай начнем. Более-менее убрались. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что, не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Вот, включайте уведомления о моих роликах и смотрите премьеры первыми. Я так делаю, кстати, и вы должны так делать. Да. И мы можем начинать! Весь рецепт у меня записан в телефоне, чтобы мы, не дай бог, не смогли сделать что-то не так. Просто сможешь сделать, Карина, что-то не так. Поэтому... Можно, помни себе. Я буду просто начинать. Давай. Итак, что у нас есть, потому что я с рецептом до сих пор не ознакомлен. Ну-ка, зачитай ко мне. Для того, чтобы замесить само тесто и сделать основные печеньки, нам понадобится 1 чайная ложка разрыхлителя, ванилин на кончике ножа, 240 грамм муки, 1 четвертая чайной ложки соли, 150 грамм сахара, 1 вторая чайной ложки соды, 2 столовые ложки молока, 240 грамм сливочного масла и 40 грамм какао. Вот такое вот огромное количество. Здесь рецепт, ребята, вы можете найти в прикрепленном внизу, в комментарии, прямо под этим видео. Да. Потом мы будем делать еще и глазурь к этим печенькам, поэтому давайте быстро приготовим тесто. И вот тут наше мнение с Кариночкой разошлись, потому что я делаю глазурь всегда так, как делает моя бабушка, а она делает глазурь так, как делает ее. Ты делаешь по рецепту, а я сделаю отдельно. И посмотрим, чем будет лучше. Хорошо. Договорились? Ну, мне кажется, что моя будет вкуснее, потому что она по рецепту и красивая. Там тоже рецепт, и она тоже будет безумно красивой и вкусной. Я даже прям так ее ем ложками. Я хочу тебя спросить, мы все-таки, может быть, сделаем это как соревнование, и у кого глазурь получится лучше, у кого печеньки получатся лучше, несмотря на то, что мы будем готовить их вместе. Будет как небольшое соревнование, но это после того, как мы, собственно, приготовим печеньки. Нужно будет нам взбить сейчас миксером сливочное масло, сахар и ванилин. Сливочное масло у нас уже имеется, и я попрошу тебя сейчас добавить его в миску, пока я достаю миксер, и убери вот эти вот несъедобные. С ними будет вкусно, я уверен. Нет, с ними будет вкусно. Праздник сны новогодны. Новогодны. Да, почему бы и нет. Когда мы подготавливались к этому видео, чтобы вы знали, просто, ребят, я говорю, Каримночка, давай-ка просто миксером все смешаем. На что ты мне что ответила? Нет. Нет, я все смешаю вилкой. Ну вот я бы досмотрел, на самом деле, на то, как ты бы смешила, все это делаю вилкой сейчас. Миксер готов. Его нужно будет попозже подключить в розетку, но мы пока не добавили ингредиенты, пока что не нужно для нее хвататься. Я подготовила миксер, дальше нам нужно добавить сахар и ванилин. Так, Андрей, ты добавляй ванилин, вот такой вот у нас ванилин, на кончике ножа. Это для вкуса, для слабости. Да, да, да. А также... Я пойду не по рецепту и добавлю вот кончика ложки. Хорошо. А также нужно добавить 150 грамм сахара. Вот так вот мы добавляем уже заранее подготовленный продукт и убираем стаканчик в сторону. Я, если честно, не понимаю, тут ничего такого жидкого нет. Давай попробуем это взбить. Окей. Я так понимаю, что я буду это делать. Да. Я возьму, пожалуй, камеру со штатива и буду снимать, как Андрей у нас будет делать это чудо. Я решила строить там новогоднее настроение, поэтому подложу вот такую клееночку с оленем замечательную. А мы берем миксер. Ты такая, Карина, у меня, конечно, затейница. Я не знаю, как мы сейчас все это сделаем. Попробуем, по крайней мере. Это какой-то странный. Как-то обычно готовят печенье. По-другому. Почему мы не могли сделать это все? Сейчас сахар разлетится просто по сторонам, я думаю. Да. Да. Поэтому нам нужен медный стаканчик. Нахуя он нам? Потому что из него, наверное, не разлетится. Нет. Все так готовится. Продолжай. Я не уверен, что мы делаем правильно это все дело. И я не уверен, что это вообще взбивается. Смешные истории начинаются в этом новогоднем видео. До нас с Андреем дошло, что все-таки нужно масло положить в микроволновку, чтобы оно расплавилось, потому что так это все не действует. Да, вот такие вот мы прекрасные повара. Я думаю, те зрители, у которых прекрасно получается готовить печенье, просто над нами сейчас угорали. Ну ладно, мы продолжаем. Вот такая вот прелесть у нас получается. Я просто размял масло сначала вилочкой аккуратно, а потом мы просто положили его и расплавили, собственно. И все получилось. Почему Карина об этом сразу не сказала? Так как она реально очень часто готовит печенье, я понятия не имею. Вот такая вот консистенция у нас пока что получается с маслом, которое мы расплавили в микроволновке. И теперь мы возьмем специальный миксер, так как нужно взбить до однородной массы. Вот такая она была, если что. Отстань. Вот так вот мы это сделаем. Если кто-то думает о том, что это нужно делать венчиком, я об этом говорил, но кто-то говорит, что так тоже должно быть нормально. Сахар нагсбивается очень быстро. Венчиком это делается в два раза быстрее. Андрей, это миксер, это тоже миксер. Только они бывают разные. Только этой насадкой рубится мясо. Этой насадкой не рубится мясо. Этой насадкой рубится мясо. Этой насадкой не рубится мясо. Этой насадкой рубится мясо. Нет. Для взбивания, чтобы вы понимали ингредиентов, всегда используется венчик, потому что, ну, по сути, он просто взбивает то, что у вас внутри есть. У меня мама так всегда готовит. Насадка с ножами, которая просто разрезает все это дело, а не взбивает. Она взбивается до раза медленнее. Для зрителей скажу, что моя мама готовит так всегда. И у нас нету насадки, которая выглядит как венчик. Я поставила камеру на штатив, и мы продолжаем. Берем нашу прекрасную консистенцию. Также нам нужно будет добавить в эту консистенцию муку, какао, разрыхлитель, соду и соль. Это я не знаю где, но сейчас мы найдем и все это аккуратненько всыпем. Сколько муки нам нужно? Сначала я предлагаю добавить какао одновременно. Давай ты добавишь всю муку, которую мы подготовили, а я напомню, ребят, что муки 240 грамм и какао. Все вместе. Так, 240 у нас, я сколько помню? На два стаканчика мы разделим. На два стаканчика мы разделим. Вот такая вот красота. Это все взбивается миксером. Потом. Как вы будете готовить? Не слушайте ее. Не слушайте. Это вы его не слушаете. Миксером взбиваете. Ты офигел, нет, вот это тоже как... Ты офигел вообще? Я говорю, миксером, да, я тряхнула. Я ну... Ты поцеловать хочешь? Ну ладно. Так, одна вторая чайной ложки соды. Это давай-ка я сразу сделаю. Одна вторая чайной ложки соды. Это половиночка. Раз. И одна четвертая чайной ложки соли. Соль. Ну, Андрей, я уже думала, ты в меня кинешь, блин. Нет, конечно, зачем-нибудь в меня кидаешь соль. Ну, а ты только что в меня кинул в эту, в муку. Вот эту? Горее. Отставь, ну-то ты всю губью с тобой засрел. Ты видела пол вообще, нет? Все, давай. И это чудо, все, как я поняла, нужно взбить. Но перед этим добавить молока. Молока. А молока у нас две столовые ложки. Я пока что начну немножечко мешать, чтобы мука у нас через битие не разлетелась. Потому что кое-кто не захотел использовать мерный стаканчик. Я напоминаю, что вы можете просто использовать его. Он и создан для этих целей, для того, чтобы взбивать венчиком консистенцию любую. Жидкую, не жидкую. Так, две столовые ложки молока. Я уже одну добавила. Отлично. Просто немножко перемешаю, и у нас сейчас, чтобы все это по кухне не разлетелось. Чтобы было уже более-менее похоже на однородную маску. Я пойду покажу ребятам, как это все выглядит. Это похоже на какой-то грибной соус, если честно. Не грибной соус, а цвет меняется из-за какао. Гляньте. Вот так, ребятки, на самом рецепте выглядит это печенье. Чтобы вы понимали вообще, какого оно будет цвета. Я надеюсь, что у нас получится хотя бы что-то похожее. И мы еще с Андреем забыли сказать, пока он мешает. Мы купили потрясающие формочки. Я подойду, покажу вам поближе. Они, естественно, новогодние. Ёлочки и пряники. Красота. Андрей мешает тесто, которое у нас должно получиться. Ножми. Напоминаю, что вы можете использовать венчик и мерный стакан. Потому что что мешается? Ничего. Видишь, он просто режет ножи. Так не надо. Так как тесто у нас пока что не особо получается, мы с Андреем немножечко помешаем, добавим муки и вернемся к вам, когда у нас получится уже нормальное тесто, из которого можно сделать печеньки. Пока что вы можете поставить лайк, подписаться на мой, на колене, на инстаграм. Ссылочки на него находятся внизу в описании. Смотрите, ребят, мы немножечко добавили муки, потому что из той консистенции, которая была, у нас явно не получалось тесто. Мы это все сейчас высыпем, будем постепенно добавлять муки до того момента, пока у нас не получится тесто, которое нам нужно, собственно, из которого можно сделать печенье. И сейчас вы увидите то, что вы так все долго ждете. Это то, как Кариночка все-таки будет мешать тесто с ногтями. Да. Также вот эта консистенция, она очень пахнет какао, потому что мы его, естественно, добавили и ассоциируется с роликом, который я снимала с Ильей, где мы готовили в кружке какой-то шоколадный кекс, что ли, что-то наподобие с помощью микроволновки. Так, ну что ж, я возьму муку, чтобы она была рядом со мной, и попробую как-нибудь помешать. Но вроде уже консистенция, она как бы похожа на тесто. Но пока что все получается такое жирненькое. Я понимаю, ребят, что у нас по правилам с Андреем должен быть какой-то хотя бы фартук, там, я не знаю, перчатки. Но так как мы готовим все домашнее, пускай это будет так. Тем более вы, ребятки, со мной семья. Добавлю еще немножечко муки. И замешаю, наконец-то, тесто, которое нам нужно. Итак, у нас получилось вот такое вот прекрасное тесто, куда мы, кстати, забыли добавить разрыхлитель. Но за кадром я это уже сделала. Сырое тесто, достаточно вкусное, кстати, получалось. Очень неплохо, реально. Очень вкусно, нереально. Как бы это для вас, ребят, сейчас не выглядело со стороны. Оно действительно пахнет. И на вкус тоже замечательное. Прям вот я бы сказал, очень замечательное. Да, крутое. Сейчас нам нужно разогреть духовку до 180 градусов. А Андрей в это время займется раскаткой теста. Также, чтобы совсем не было жирно, ты сможешь как-нибудь добавить немного муки. Пришло время засыщить мне тоже рукава. Да, я тебе поручаю это дело. Пока что займусь духовкой. Сейчас мы с вами, ребят, пока здесь остались вдвоем. Ну, как вдвоем, я и ты, кто смотрит это видео. И я думаю, что это делается не сложнее, чем потом будут вырезаться формочки. Я уже почти закончил, ребят. Делаю, блядь, 50-й раз одно и то же. Карина мне 50-й раз мешает что-то сказать. Карина уже поставила разогреваться духовку. А я тем временем уже раскатал тесто. Думаю, что так нужно быть... Еще не поставил. Карина уже поставила разогреваться духовку. Ну, а я почти раскатал тесто. Карин, какой толщины его сделать нужно? Печеньки же все равно будут набухать, поэтому... Не сильно толст, но и не сильно тонко. Чуть-чуть потоньше, чем у тебя получается. Я хочу, наверное, добавить немножко муку, потому что оно получилось сильно жирным. Я поставлю, пожалуй, вот сюда противень. И также нам нужна пергаментная бумага для того, чтобы печеньки не прилипли к самому противню. Я временем, я тут кое-что сделал. Ну-ка, Карин, глянька. Нет, сильно толстый тесто. Сердечко, где мой папа? Но тесто нужно еще кататься. Я тоже так думаю, потому что у нас, во-первых, иначе получится очень мало печеньек, а во-вторых, они получатся такие жирные, как свои яшки. Да, тоньше, прям тоньше, тоньше. Я, пожалуй, сделаю первую формочку. Я хочу достаточно большую печеньку, поэтому возьму вот такую вот. А я думал, что мы все сделаем маленькие, милые такие. Ну, пускай это будет одна большая. Давай? Давай. Остальные маленькие. Вот такая вот красота. Пряня из Шрека приуныл. Нам нужно... ХУЙНЯК! Господи! Это просто какая-то дерь... Какая-то дикость... Из карины сейчас... ВЫРОЛСЯ БЕС ПРОСТО! Ты когда говорил, я тебе аж чуть не вывернул наружу. Господи, аж слезы пошли. Короче говоря, мы с Андреем решили сделать тесто потолще, потому что оно получается немного ломкое. И может быть, мы сделали что-то не так? Поправьте нас в комментариях, если вы знаете, что мы сделали не так. Да. Может быть, просто в чём-то загвоздочка, а мы не понимаем. Я предлагаю вместо пряни кариньего попробовать ёлочку. Ёлочку, ага. И смотри, как мы делаем это. Просто вырезаем аккуратненько. Дальше мы берём и вот лишнее отсюда уберём, поднимаем. И у нас получается, в принципе, идеальная формочка. Если что, мы сможем потом докатать. Я предлагаю его просто взять и подчеркнуть лопаткой. Вот вам лайкаж на ваше приготовление. Более-менее похоже на ёлочку, но я бы не сказала, что она получается удачная. Но это ёлочка, которая горела. Окей. В пиклистах. Настала моя очередь, и на этот раз я, наверное, сделаю маленький пряник. И надеюсь, что на толстый слой теста у меня всё получится. Давайте попробуем. С самого-самого краюшка, вот так вот, оп-оп-оп-оп-оп-оп, лишнее тесто мы уберём. И лопаткой. Да-да-да. Как сказал Андрей. Лайфхаки от Анри Бэя. Аккуратно, пожалуйста. Раз. Ура, у нас получаются печеньки. Вот так вот. Оказывается, это ещё не печеньки, а просто вырезанное тесто. Да. У тебя тут что-то у пряни выросло лишнее, но это мы просто забьём на это. Я думаю, да? Хе-хе. Никто ничего не видел. Так, попытка номер два Карины. Одного пряню она снова убила. Ну это фигня какая. Зачем ты остальное тесто ломаешь? Чтобы можно было формочки нормально взять. Лопатка. Хе-хе. Хе-хе. Пряник. Хе-хе-хе. Мой пряник, блин. Карин, ты вот пряник кто-то откусил. Тихо, я его сейчас поправлю. Так. Лайфхаки от Карины. Во. Ну такой он, конечно, подуставший пряник. Хе-хе. Хе-хе-хе. Карин, вот там Кусман вот этот. От ноги убери. Да убери совсем, он же торчать будет. Нормально? Да. Нормально. Всё же я думаю, что нам стоит остановиться на маленьких формочках. Сейчас я, ребят, поставлю вас на штатив. И уже мы просто сделаем быстренько-быстренько все печеньки остальные. И покажем вам, что получилось. Мы всё-таки сделали толстый слой теста. И посмотрите, у нас вроде бы более-менее получаются печеньки. По крайней мере, они выглядят пока что не очень аппетитно. Но мы уже укладываем всё на противень. Ну что ж, тем временем плита у нас уже почти разогрелась. Осталось много лишнего теста. Карина решила вырезать кружочки, но выглядят на самом деле они как голова какого-то из прянь. Вот, получилось у нас ёлочки, пряники, кругляшочек и какая-то ракета. Не знаю, что это. Можете написать в комментариях, если узнали. А ещё, ребятки, пожалуйста, поставьте лайк под видео, если вы тоже любите сырое тесто точно так же, как и я. Тем временем уже нагрелась духовка. Мы подготовили все печеньки. Даже Андрей вот вам не снял в виде письки. Я снял это. Это не писька, это ракета. Снял? Ну хорошо. Аккуратно не обожгись. И вы, ребят, если будете готовить печеньки, пожалуйста, аккуратно не обожгитесь. Закрываем. Сколько их нужно готовить? 18 минут. А мы чуть не забыли, что нам нужно приготовить также глазурь к печенькам. И пока что они будут там готовиться. У нас есть плюс-минус 18 минуточек, чтобы это всё приготовить. Мы будем готовить глазурь с Кариной по двум разным рецептам. Я буду готовить по-своему, а она по-своему. И, как вы уже поняли, мы потом это всё сравним. Так что сейчас мы вам всё покажем. У нас есть также различные вот такие вот украшения для печенек, которые, наверное, нужно было сейчас влепить в тесто, а мы не подумали об этом. Пока наши печеньки готовятся, у нас совсем мало времени, нужно приготовить глазурь. И она готовится на среднем огне, поэтому все ингредиенты я сразу же буду складывать в кастрюлю. Для этого нам нужно 90 грамм сливочного масла. Вот 90 грамм сливочного масла. И мы складываем это в кастрюлю. Также нам нужно положить 3 столовые ложки какао. Этим я займусь прямо сейчас. Первая ложка. Это было за 2 ложки, я думаю. Да, окей. И последняя. Вот так. Также нам нужно 2 столовые ложки молока и 250 грамм сахарной пудры. Все это содержимое нужно нагреть на среднем огне и до тех пор, пока не растопится масло. А потом уже мы добавим сахарную пудру. Ну что ж, ребят, сейчас я буду делать свою глазурь по своему рецепту. Это мне безумно нравится. После того, как я вам это покажу, вы можете приготовить то же самое. Это готовится дико просто. И это можно есть прямо ложками. Только немного ешьте, потому что очень сладко и очень вредно. Что же нам понадобится? Обычно я готовлю ее в пропорциях 2 белка от куриных яиц к 200 грамм сахара. У нас сегодня есть пудра и печенек не так уж и много, поэтому я использую всего одно яйцо, вернее его белок и 100 грамм, соответственно, сахарной пудры. Сейчас видите, как это делается. Как это печенек немного, ребятки. Кстати, я хотела вам показать. Вы посмотрите, что там произошло с печенеками. Они все растеклись и, блин, я очень рада, что такой смешный ролик получается. Очень прикольные печеньки и они стали раза в два больше. Также моя глазурь в это время готовится на среднем огне. И масло еще не расплавилось, поэтому я держу всю эту прелесть пока что в кастрюле. А потом нам нужно будет добавить сахарную пудру. Итак, нам нужен белок. Сейчас я покажу вам профессиональный способ, как отделить белок от желтка. Просто делайте вот так раз, вот так два, вот так три. И до тех пор, пока вы не почувствуете, что белка уже достаточно. Если у вас нет пудры, вы можете готовить то же самое с сахаром обычным. Я сейчас посмотрю, что я буду использовать. И вы просто берете и взбиваете белок. Я уже взбил, получилась вот такая консистенция. Похожая на пену. Да, на пену, прям очень вкусная. Она на самом деле может даже попробовать. Дальше мы берем сахарную пудру. Мы всыпаем ее сюда всю, так как здесь всего 60 грамм. И, знаете, нам нужно еще чуть-чуть сахарку. Я его аккуратно убрал. Вот сюда. Неужели нужно такую сладкую делать глазурь, Андрей? Она получится у тебя очень-очень вкусной. Кстати, ребятки, на то время моя глазурь уже почти готова. Нам тоже нужно будет добавить туда 250 грамм сахарной пудры. А наши печеньки уже тоже почти готовы. Вот такая вот прелесть там режет. Тем временем я доделал свою очень-очень вкусную штучку. И, ребят, я думаю, что каждый из вас любил когда-то в детстве с венчика облизывать тесто, которое приготовила ваша мама или бабушка, или папа. Карин, я хочу, чтобы ты первая его продегустировала. Иди-ка сюда. А то сейчас будут скринить. Не, вкусненько. А-а, очень вкусненько. Сладко, очень вкусно. Тем временем приготовились печеньки. Они очень вкусно пахнут. Вы, ребятки, просто не представляете. Аккуратно. И ставлю на плиту, чтобы печеньки находились рядом как раз-таки с глазурью, которая у нас уже почти приготовилась. А моя уже тем временем приготовилась. Что я сейчас быстренько сделаю? Я возьму две пачки сахарной пудры, которые у нас остались. Очень быстренько я это все дело выключаю. Быстренько сахарную пудру мне нужно всю добавить в кастрюльку. Раз. И два. И нужно это все быстро перемешать. Вся посыпка, она начинает быстро густеть. Поэтому ее нужно будет как можно быстрее потом добавить на сами печеньки. Цвет получается очень шоколадный. И слабо получается тоже на самом деле очень шоколадный. Да. Сразу вспоминаю фильм «Чарли и шоколадная фабрика». Эта вся масса начинает очень быстро густеть. Поэтому я по чуть-чуть начинаю добавлять на каждую практически печеньку. Естественно, мы добавим еще глазурь Андрея. И она будет выглядеть реально по-новогоднему. Потому что у меня она черного цвета, а у Андрея белого. Добавляем, например, вот на большой пряничек. И аккуратненько размазываем. Главное не переборщить с глазурью. А то она будет растекаться. Например, как у меня. Выглядит, естественно, не очень аппетитно. Но я уверена, это будет супер вкусно. В итоге мы с Кариной решили, что обе у нашей глазури получились безумно вкусные. И она уже намазала свою. Я сделаю ровно по той же схеме. И мои, да, как ты, Карина, уже и сказала, выглядят более новогодние. Потому что они беленькие. На черненьких печеньках. То и выглядят как шоколадочки. Тоже очень красивые штативники. Поэтому, ребят, не ленитесь. Если вам хочется приготовить что-то красивое к Новому году, вы можете просто повторить наш рецепт. И уже просто учиться на наших ошибках, чтобы не допустить того же самого. Ребятки, вот такие крутые печеньки у нас получились. Естественно, у Андрея они выглядят ярче. У меня они такие все шоколадненькие. Я их посыпала кокосовой стружкой. Печеньки эти сами по себе немножечко растеклись. Но ничего страшного. Андрей свою половинку украшает маршмеллоу и ммдэмсом. Это будет супер аппетитно и очень-очень вкусно. Единственное, что я хотела сказать, то, что если кто-то будет делать мой вариант глазури, его нужно чуть-чуть будет запекать. Пару минут мы этого делать не будем, чтобы поскорее уже вам показать, чтобы поскорее выруть эти печеньки. Ну что ж, ребятки, вот такая вот красота у нас получилась. Сейчас мы это все попробуем. Я Андрея угощу своей печенькой. Это будет большой пряничек. А я угощу тебя своей печенькой. На счет три пробуем. Раз, два, три. Очень вкусно. Получилось дико вкусно. Офигенное шоколадное тесто. Очень крутая у тебя глазурь получилась. У тебя, кстати, тоже очень нравится. Но я не попробовала свою печеньку. А мне понравилась твоя. Я не хочу пробовать свою. Но ради зрителей. Вкуснятина. Очень вкусно, ребят. Нереально крутое сочетание глазури с самим тестом. И печеньки получились реально крутые, вкусные. Хоть мы их готовили со всякими срачками, недопониманиями. И очень-очень долго. Часа два, если честно. Для вас ролик, естественно, не сильно длинный. Но мы очень старались. Поэтому не забывайте поддерживать нас лайками. Подписываться на каналы. Я вас очень сильно всех люблю. Огромное вам спасибо, что вы досмотрели это видео до самого конца. Я стараюсь снимать для вас крутые новогодние ролики. Безумно сильно обнимаю каждого. Подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами была Карина и... Андрей. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...